На земле. И быстро уходим отсюда. Воистинный скрест. Правильно. Вы когда-нибудь читали вот эту книгу? Ну да, один раз. А у вас она дома есть? Походу да. А когда последний раз ее читали? Ну, три года назад, походу, и два года назад. Три года назад. А она называется «Пища для души». А вот без пищи мы сколько можем прожить на земле? Вот совсем не давать есть нам. И воды не давать, и еды. А она называется «Хлеб живой», «Вода живая». Поэтому Слово Божие надо любить, потому что оно от Бога. И Господь научает всему святому. Мы оттуда узнаем, что Христос умер за наши грехи. И спас нас. И веруя в Него, мы имеем надежду иметь жизнь вечную. А утром, вечером молитесь, когда ложитесь спать? Нет. Нет, так просто дошел, упал, и все. А верующие знают, что без этого никак. Как за стола, за стола сердце благодарностью наполняется к Богу. И жизнь другая. Она дает радость. А радость продляет жизнь уже здесь, на земле. У него все органы работают, и внутренние, и все во славу Божию. Он за все благодарит Бога, что устал, пришел, помолился. А у неверующего ничего этого нет. Может, вопросы какие есть? Есть один. Вопросов нет? Есть один вопрос. Интересно. Как бы 14 мая, но не 28 апреля. А что это такое? Ну, да, с 8 апреля как бы Пасха уже прошла. А вот 40 дней будем приветствовать друг друга этим приветствием. Потому что 40 дней после воскресения Христос был на земле. А в 40-й день Он вознесся на небо. И поэтому молитвы все так построены, что упоминается о воскресении Христовом. Христос воскрес. 40 дней. А вот человек, который ходит в церковь, он это знает. Потому что там и песнопение особое, и одежда, одеяние. Все светлое, радостное. Библию нужно читать, Евангелие особенно, и узнавать, как это ко мне относится, как я могу это выполнить. Заповеди Бога не тяжелые. Чти отца и мать. Разве это трудно? Они тем более столько для нас сделали. Написано, за все благодарите Бога. За все. Хорошее или плохое, благодари Бога. Потому что изменить что-то в свою пользу вряд ли удастся. А если Господь пошлет, откроет небо, у тебя все будет. Вот тут-то в чатрулетки вы еще делаете. Разговариваем. Здесь самое плохое место, какое в интернете есть. Специально здесь придумано, чтобы люди вели себя дурно. И наркоманят, и курят, и блудят, и ругаются, и все. Это Содом и Гомора называется. А такие места, Содом и Гомору, это города такие были, где люди распутьно жили. И Господь сжег огнем. Никто не вышел живой. С неба пролился огонь, как атомная бомба. И все сгорели. И город не могут найти. Он на дне Мертвого моря считается засыпанный. И вот здесь рулетка, это Содом и Гоморра. Я как бы ищу человека нормального. Ну вот мы зато пришли сюда, чтобы людям рассказать о Боге. Просчитать Евангелие. Мы много читаем вслух. Псалтырное чтение, молитвы. Чтобы душа у человека вздрогнула. Испугалась такой жизни. Ты потянулась к свету. А Христос говорит, я есть им путь истины и жизнь. Он есть светильник. И Слово Божие, его светильник в ноге нашей. Словом Божьим называется вот это Священное Писание. Святая Библия. Вот если хочешь, заходи на наш YouTube. У нас большой канал. Ты там много-много найдешь. И потом посмотришь, как мы с тобой разговаривали. Скажешь, вот это я говорю. Вот я думал. А вы снимаете на видео? Ну да. У нас очень большой канал. 15200 роликов. Мы деревню православную строим. Я был начальником детского лагеря 45 лет. Поэтому ребятишек знаю. Что им нужно? Им нужно Бога знать. А они узнают другое, худое. В чем придется раскаиваться всю жизнь в вечности. Так вот, заходи на наш ресурс. Он называется Во свете Библии. Два слова запиши где-нибудь, а потом найдешь. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Это я. Он так называется в YouTube канал. Канал очень большой, очень. Еще есть сайт в моем мире. Точно так же называется. Во свете Библии. Что-то провалился. Не видать тебя. Может, вы удалите это видео? Да нет, не надо. Поднимись выше и будем говорить. Мы же ничего плохого не говорили. Наоборот, это другим будет полезно. Тебе сколько лет-то? Тринадцать. А мне восемьдесят. Я маленько постарше тебя. Вот. И поэтому полезное, что я тебе могу сказать. То, что мы разговариваем с тобой, это очень полезно. Пускай другие мальчишки, девчонки послушают. Тебя как звать-то? Не скажу. Не скажешь? А я тебе сказал, Игнатий Лапкин. Город Барнаул. Будешь заряжать, зайди, Игнатий Лапкин. А если поговорить, там взрослые будут по скайпу. Зайди, Игнатий Лапкин. Я один с этой фамилией. Я вам рассказывать буду о Боге, о Вечности, о Слове Божьем, о житиях святых. Вам это так полезно будет. Я пятьдесят шесть лет учился этому. Тринадцать лет. Нет, это мало совсем. Ты еще и жизни никакой не видал. Ладно, до свидания. До свидания. С Богом. Но в платке, это значит, она молится, к Богу приобретает себя. И слушается мужа. Вы когда-нибудь в эту книгу считали? Считали? Нет? Нет. Вам хочется больше узнать о своей душе, как ее спасти, чтобы после смерти не в огне мучиться, а быть со Христом? Ты же видишь человеческий облик. Ничего человеческого нету, нету, ничего не видно. Да ты что? Нету, даже лоб не видно. Ни глаз, ничего. Ну-ну-ну, давай, выползай помаленьку, давай. Сатана как перепугал. Не видно, только лоб морщинешь и все. А глаз не видать, боровей не видать. Ну это что? Это ничего и нету. А вдруг ты глазливый, батюшка, отец? Ну не надо выдумывать. Я же сижу, не боюсь вас. Я в интернете нахожусь. Представь себе, что у нас свой канал, и на нем 15200 роликов. Ну и что? Еще, значит, я в каждом почти ролике участвую и не боюсь. Потому что я верующий. Верующий я. И я знаю, что Господь за меня. А что это за жизнь такая прятаться? Не бояться, пришли блудить сюда. Не бояться, говорится. Блудить нет. Блудить – это блудят ночью. Деду днем. Открыто совокупляются. Анонизмом занимаются. Всякая мерзость здесь. Сейчас рулетка – это самое поганое место в мире. Это сейчас гормоны бьют у молодежи. Да это не гормоны, а сатана. Сатана привлек людей. Надо слушать, что Библия нам говорит. Ой, батеньки мы с ним. Так, вылазь, поговорим. Как тебя хоть нарекать-то? Отец анекий или... Вылезь оттуда, вылезь. Невидимка, вылезь. Давай, невидимка, вылазь, поговорим. Я вам скажу, где нахожусь, как звать. Значит, не хотите показаться. Вы не хотите показаться, да? Ты мне скажи, ты хочешь имя свое назвать, я хочу... Игнатий Лапкин, город Барнаул. Игнатий Лапкин. Что называть? Я назвался. А это не грамма не поможет. Вас туда уже кто-то затолкал под землю. Вылазь оттуда. Нет, нет. Не, Игнатий, послушайте. Послушайте. Я вам Евгений. Маленький, один куплет Максима Горького. А вы на земле проживете, как черви слепые живут. Ни сказок про вас не расскажут, ни песен про вас не споют. Знакомые слова, да. Вылазь по-хорошему. Вылазь. Вылазь. Проходили. Вы боитесь, что вас жена увидит здесь? У меня нет жены. Ну, тогда кого прятаться? От алиментов? Нет, кого. От чего? От алиментов. У меня алименты. Алиментщики прятаются. Нет, у меня нет алиментов. Прячутся. Нет, у меня нет алиментов. Я свободный человек. Ну, свободный, так что тогда хуже раба? Даже попадают иногда люди в тюрьме и разговариваем с ними. Мы, говорят, сидим в тюрьме. А я свободный. Какой же ты свободный, когда раб своей привычки дурной? Власть. Это не привычка. Это страх. А страх... В Библии написано, страх – это лишение помощи от рассудка. Что, что? Помощь от рассудка или лишение? Лишение помощи от рассудка. Разум подсказывает, что надо беседовать, друг друга видеть. А я спрятался, провалился и лежу. Ну, что, это нормально, что ли? Вы сами себя боитесь. Не, ну, после работы тоже надо... Да не после работы. Вы сейчас вылезете, еще материться начнете. А мы и так материмся. Нет, просто многие люди бывают такие, что они обсуждают очень сильно и хают. Ну, я такой, вы так и думаете, я такой, что вам беду сделаю. Вы зайдите на наш канал, посмотрите. Один раз зайдите. Я тоже, как сказать... Так, все, пока, отошел.